Остров необходимо... Ну, нас спасает. Вот я должен сказать спасибо еще замечательным людям в Институте Арктики и Антарктики. Эдуард Степанович Горшков, Олег Александрович Трошичев, Сергей Николаевич Шаповалов. Это люди, которые в Антарктиде меряют нам, в Арктике, всюду. И у нас такие результаты. Я просто не могу вам все рассказывать. Но просто прекрасно, что мы еще можем сотрудничать на фоне полного бескорыстия. Вот мы видим удивительные вещи. Я буду так говорить, как об интриге, но рассказывать не могу. Настолько прекрасные есть вещи сейчас по измерениям на расстояниях, на разных широтах, на разных долгодах. Ну, скажите, за все это время, особенно за последнее, когда вы так часто выступаете, вы говорите, что не отказываетесь ни от одного семинара, когда, уж казалось бы, самые безумные идеи в теоретической физике, в квантовой механике, в биологии и в химии, да, обсуждаются довольно активно, не только в стране у нас, но и за рубежом. Неужели не было ни одного предложения, ни от одного института, ни от одного теоретика, более-менее крупного, поработать вместе с тем, чтобы обобщить результаты опыта? Вот не удается мне. Понимаете, как вот, был замечательный семинар в Фиане. Лучший семинар, ну, вот теперь закрытый, увы, в слезах, Виталий Лазович Гинберг закрыл свой семинар на 700-м собрании. И так это было эффектно закрыто, и так жалко. Там было, как всегда, у физиков довольно интенсивно бурное и несколько высокомерное принятие такого. Пошумели, пошумели, а как кончил Виталий Лазович? Тогда опубликуем в успех. Вот я с собой принес лучшиеся по, так сказать, классу публикации два номера успеха физических наук. В первом мы опубликовали, ну, не самый удачный, но хороший, в общем, обзор того, что сделано, может, был лучше. Во втором на нас критики напали, замечательно напали. Со всей косностью людей, которые хорошо учились. Кроме распорения Пуассона, они ничего не знают. Мы им ответили, зато у нас возникла возможность, редкая, подробно ответить. Я делал доклады в Институте теоретической физики. Туда почти никто не пришел. Какая-то завиральная идея. Но, тем не менее, семинар формально там был. В Нижненовгородском институте, где замечательный Капонов Горехов, директор, ну что же, еще лучше. Узнав, что я буду обсуждать радиоактивность, этот высокочтимый и уважаемый человек сказал, только не меня в институте. О радиоактивности мы все знаем. А я ведь не говорю о радиоактивности, я говорю о совсем более общем. Был там доклад, только сняли вывеску семинара института, был семинар отдела. Это вот замечательно характеризует жизнь науки. Вместо того, чтобы попытаться узнать, что там. В институте физических проблем просто сказано, нет такого предмета для нас нет. Мы и так все знаем. Директор. Замечательный человек, вице-президент, доклад не поставить. Вообще удивительно, не поставить доклад, но потерпели бы минут 20. Я жду возражений. Никому еще, так сказать, не препятствовал возражений. Только по сути. Не людей со сдвинутой псих, которые кричат какие-то слова, а просто вот в физике, скажите. Никого не боюсь, я такой уж, как вы. Нет. Физфак. Все в порядке. Физический факультет. Любимый я там 43 года работаю. Алло? Вот. Кто-то говорит уже там. Да, мы вас слышим. Алло? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит профессор Вернер Игорь Витальевич из Велинограда. Вот. Я хотел бы... Я случайно попал на вашу программу. Первый раз я ее вижу вообще. Вот. Я очень потрясен результаты профессора Шнолья. Правильно я? Чуть погромче. Я плохо слышу. Правильно я произношу вашу фамилию Шноль? Шноль этот правильно совершенно, да. Да. У меня один вопрос, да? Вот. И один комментарий. Вопрос отличается в том, в чем вы видите механизм вот периодизации таких явлений, которых вы наблюдаете. Вот есть там понятия, связанные с там реакцией Белоусова-Жибатинского, подходы к синергетике Хакена, Пригожина и так далее. Вот в чем общий механизм подхода к нашей открытой системе? Я должен делать справку. Простите, пожалуйста, я не трогаю ваше имя и отчество. Справка. Реакция Белоуса-Жибатинского из моей лаборатории. Я не люблю такое слово. Жибатинский это мой аспирант. Я хотел просто этого дочтить. Поэтому я это представляю себе. Никакой связи. Никакой. Здесь, это вся наука, мне не нравится ее название синергетика. Это дифференциальное уравнение. Фразовые портреты. Я же говорю о тонкой структуре амплитуд флюктуации. Такого явления на свете нету. Кроме нас. Тонкая структура обычно критериями согласия и гипотез сглаживается. Критерии Персона, Калмагорова, Смирнова, кого хотите. Специально сделаны интегральные критерии, так, чтобы ее не видеть. И мне жалко, что 300 лет назад могли бы уже смотреть. Для этого достаточно было увидеть сходные картинки. Я переключил на вашу программу, когда вы говорили о критической зоне. Вы имеете в виду критические параметры перехода от одного состояния к другому? Когда вы говорили о критической зоне, о близкой зоне вы говорили. Это не критическая. Это ближайшие соседи, ближайшие соседние интервалы времени. Это значит, что у каждой, давайте слово такое во имя Платона, идеи, формы, есть время жизни. И эта идея формы живет вот первые 2-3 интервала, потом она падает. Потому что Земля повернулась, теперь у нас другое небесное, так сказать, окружение, другая структура хрустального свода небес падает на нас. Причем это когерентный поток, потому что это типа прожекторов, иначе мы различаем по движению Земли километры. Повернулись, ушло на несколько километров, из-под светила, у нас изменилась картинка. Когда-нибудь мы научились делать такую замечательную вещь, вот если можно чуть, это почти художественная часть. Я делал доклад под Дюссельдорфом на бывшей ракетной базе НАТО. Там сейчас закрылся, и там институт. И как раз именно там мы узнали, что мы с точки до полутора минут можем определить по картинке, где они находятся. И сказал, как жалко, что у нас теперь кончилась холодная война, а то без нашим военным точно бы сообщил ваш координат. Строго мне взять ваши шумы. Правда, только по Меридиану. Поэтому, чтобы попасть на это, мы пришли вдоль всего от полиса до полиса стрелять. Это удивительная вещь. Вот еще у меня какой вопрос возник. Лунные и солнечные затмения, каким образом влияют на результаты измерений? Вы по-больному спрашиваете. Дело в том, что мы одно солнечное затмение поразевали. Просто поехали, поставили, и у нас поломался прибор. Но есть замечательный эффект. Немного сейчас могут вам сказать в виде анонса, который захватывающе интересен. Что такое затмение? Затмение это когда между Солнцем и Землей заслонка Луны проходит. Так вот, каждая новолуния имитирует затмение. У меня с собой пачка таких материалов. Я бы, ну, если был возбужден, я бы показал все, но не покажу. В момент новолуния по всей Земле, от Арктики до Антарктики, проходит одна и та же картинка. Это потрясающая вещь. Расстояние 12 тысяч километров, измерение в Антарктике, в Арктике и в Пущино, с точки зрения нескольких минут одна картинка. Я сейчас это послал в очень солидный журнал. Я, конечно, получу отказ в немецкий журнал теоретический, Аналендерфизик. Самый благородный журнал. Я жду, а вдруг они дрогнут. Такие картинки, сам бы ел, называется, денег нет. Потрясающие вещи. Что-то там происходит. Это типа удара по земле вот этой ситуации. Вот изменилась ситуация с качком. Все равно я это опубликую на русском. Я вообще странный еще, я же старый, поэтому мне неприятно писать по-английски. Вот ничего не могу сделать. Мне хочется писать по-русски. Это совершенно может звучать сермяжно, аквасии и лимонаде расставлять. Мне нравится свободно излагать свои мысли на близком мне языке, чем вы мучиваете языковые формулы по... Ну, даже когда хорошие люди мне помогают. Класс. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте. С учетом как раз даже и только что сказанного, Симон Ильич, может быть, уже можно было бы попытаться вывести какие-то коэффициенты, которые включили бы в себя, может быть, и учет солнечных и лунных циклов, может быть, и местные геомагнитные условия тоже. Дело в том, что я много лет ставил реакции, ну, вы знаете, разумеется, иммунферментные анализы и все прочее, это подобные вещи. Вот. И эти рефлексуации там от года к году присутствовали. У нас тоже не было ни сил, ни молодежи, ни молодых. Вот. Но, тем не менее, то, что вы говорите, это, мне кажется, актуально уже на уровне количественных замеров и выведения определенных коэффициентов с учетом, ну, естественно, в местной солнечной земельной системе поправок. Значит, у нас количественная работа абсолютно.